Вот такая вот сейчас у меня фигура живота, живот большой. Вот так вот сейчас я, ребята, выгляжу, вес 70 килограмм. Ребята, всем привет! В этом видео хочу показать свой рацион питания. Самое-самое основное, что я ем, да, сейчас приготовлю салат и мясное блюдо сделаю, и все, это мне сразу на несколько дней. На завтрак у меня идет всегда суп, это у меня рассольник, крупа идет тут, булгур, потом, ну, в рассольнике что идет, там, морковь, огурец, вот, это я ем на завтрак, плюс тут мясо, углеводы, полностью все сбалансировано. Но тоже, кто, допустим, по утаам суп не ест, я говорю, можно поесть, допустим, как бы в сухом виде, да, то есть взять ту же самую крупу, овощей взять, огурец, мясо, ну, получается то же самое, что, в принципе, и суп, только без жидкого, да. И к чаю, допустим, у меня это идет, я хлеб не ем, да, хлеб и сладкое только не ем, все. Вот, это идет у меня сыр, на сыр масло и сверху семечки, вот. Вот, очень классно, вкусно получается к чаю, это как своего рода конфета. Вот, в принципе, это у меня такой завтрак, сейчас я покажу еще, как я все приготовлю сразу на несколько дней, да, легко, быстро, в принципе, и просто, вот, и все покажу, салат покажу, обед и ужин. Так все это выглядит, супчик с утра хорошо поел, углеводы и овощи, и мясо, вот, и сыр, масло и семечки. Получается очень вкусно, вот, и сытно, да, тут очень много жиров. Но в этом видео показать у меня довольно-таки простое. Основное, это у меня идет салат, это больше половины питания, это у меня идет зелень, да. Я беру капусту, один перец и два огурца. В общем, сейчас я сделаю салат, я сразу делаю такой салат на два дня и ем потом его на обед и на ужин. Берем капусту, вот, очень все быстро и, в принципе, довольно-таки легко, да, готовиться. Начиняю капусту, вот так вот нарезаю. Вот, сразу это будет у меня на два дня, я убираю его в холодильник, на завтрак у меня идет всегда суп. В принципе, я уже ем абсолютно все, да, кроме, кроме сладкого и мучного. Хлеб и сахар, сладости, конфеты, карты я это все не ем. А так, в принципе, могу и фрукты тоже разные, и картофель есть. В принципе, это все уже можно. Через два месяца уже будет год. Вот как у меня вес держится, да, 70 килограмм. Вперед не идет. При моем росте метр семьдесят один, я вешу 70 килограмм. Я считаю это отлично. Вот, и чувствую себя, конечно, тоже отлично. Вот такую я беру большую чашку, сюда сейчас сделаю салат. Огурцы, перец, все нарежу, перемешаю и все. Потом раз беру небольшую чашечку, сейчас я ее покажу. Туда кладу салат и ем перед едой. Все, и нужно какое-либо мясо. Допустим, взял говядину, потушил, либо там ребра, да, тоже можно в казане потушить. Либо рыбу пожарить, либо запечь, тоже не столь важно. Небольшой кусочек, тоже читал комментарии. Вот, кто-то написал, питаюсь как ты, но вес, говорит, вообще не падает, да. Говорит, мясо ем, ну и там, говорит, зелень. Возможно, очень много просто мяса едите. Мясо нужно прям совсем немножко, грамм, наверное, 50-60 будет достаточно. И вес будет уходить очень быстро. Я говорю, невозможно, кто полностью соблюдает такое же питание, как у меня, уже давно сбросили вес. И много, кто 20-30, а есть даже 40 килограмм взрослые. Утром я поел суп, у меня там идут углеводы, да, какая-либо крупа идет. Когда я вес сбрасывал, потом на обед, на ужин у меня углеводов не было. Но сейчас я добавил на обед, у меня еще идут углеводы, да, какая-либо крупа. Вот, и удобно, допустим, брать также на работу. Взял в бок салат, туда мясо положил. Все, у тебя уже блюдо готово, да. А суп с собой в банке брать, еще нужно разогревать. Это должна быть микроволновка. В моем питании ничего сложного нет, все. Да, повторюсь, готовится довольно-таки быстро. Не сложно. Положил, убрал, также мясо потушил, убрал в холодильник. Все, достал салат, он уже готовый, мясо уже готово. Все, наоборот, не надо заморачиваться насчет еды, там готовить что-то, да. Все очень быстро. У меня питание не на первом плане, я приготовил и вообще про него забыл. Я уже питаюсь просто так на автомате, все. Очень легко. Суп можно любой делать. Когда я сбрасывал, тоже я картофель не ел. Если вы с семьей живете, допустим, кто ест картофель, пожалуйста, допустим, они могут есть с картофелем, а вы суп накладываете без него, да. А если готовите себе суп, то можно сразу не ложить, да, картофель сюда. Сейчас я уже могу это есть, и вес у меня стоит на месте, все. И вес у меня был, лишний вес, более 10 лет. Вот, то есть, не так, что я вес там очень быстро набрал, да, и так же быстро его скинул, нет. Больше 10 лет у меня был лишний вес, то есть, это уже вес, который уже, можно сказать, зафиксировался, да. Одно дело там стрессануть, набрать там 20-30 килограмм, то и быстрее можно будет потом это сбросить все. А другое дело, когда неправильно питался, да, я ел очень много углеводов, очень много хлеба, сладости, все такое я ел. И вот так вот со временем я набрал веса, да, так же путешествия, у меня всегда это были макароны, всегда это у меня был хлеб, всегда картофель. Вот, салат я заправляю либо оливковым маслом, либо льняное масло беру. Ну, оливковое масло дороже, но оно, конечно, едет получше. Питание у меня все простое, без изысков, да, все бюджетное. Сейчас и тоже сезон. Но овощи, овощи продают, непривозные, все свои, домашние. И цена тоже хорошая. Вот, нарезаю огурец на перец, все. Потом все это я перемешиваю. Получается у меня вот такой вот салат на целых два дня. Мясо потушил, все, мясо еще надольше. Потому что ем я его тоже помалу, да, в обед и также на ужин. В принципе, у меня салат идет. Сначала я ем салат, потом я ем мясо. Ну и плюс яйцо, это белок. Одно яйцо в обед и одно яйцо на ужин бывает в сам день, хватает. Все, сейчас нарезаем сладкий перец. Что по поводу добавок, витамин, я полностью ничего не принимаю. Так вот выглядит мое питание. Мясо бросил, пока мясо или варится, тушится, делаю салат и все, у тебя все готово. Вот, ну, я не знаю, очень-очень быстро и, я считаю, очень просто. Можно, конечно, приготовить какие-либо блюда, да, кто, если хочет себя там побалок, либо на какой-то праздник сделать салат. И, в принципе, я это тоже готовил, да, есть видео на канале. Ну, так я тоже готовлю, конечно, редко, да, это когда время есть. Вот так я вот сделал, вот так вот и все. Все я, в общем, сделал. Получается вот такая вот большая целая чашка салата. Это на обед, на ужин и на завтра еще. Вот, и еще осталось нам приготовить какое-либо мясо. Вот, можно абсолютно любое мясо использовать. И рыбу, и курицу, вот, и баранину, все, что, какое вам мясо, в принципе, нравится, да. Вот, в принципе, вот так вот я питаюсь. Еще беру вот семечки. Вот такой вот пакет. Я их промываю, обжариваю. Стоит 171 тенге. Вот такой вот пакет. Немножко прям поджарю. Вот, сильно не жарю. И также можно добавить салат. Опять же, салат, там, любую зелень, там, что нравится, что есть. Лук, петрушка, там, все это можно, укроп, все это можно добавлять в этот салат. Какие я ем углеводы? Это у меня различные идут крупы, да. Перловка. Пшено. Я ем на обед по 2 столовые ложки. Этого достаточно, наедаешься. Потом идет булгур и чечевица. Вот, еще беру, ну, допустим, гречка, та же самая. Это вот, что сейчас у меня есть. Просто я меняю, там, приготовлю пару ложек одной крупы, потом пшена, потом булгура, чечевицы. Вот, в принципе, вот так вот я питаюсь. Ребята, сейчас у меня наступает обед. Вот что я сделал салат на обед, на ужин приготовил, да, и на завтра. Вот, беру я такую чашечку. Она небольшая, вот на ладошке, да. Это на видео, возможно, она, кажется, большая. Нет, вот салат. Сюда добавляю я оливковое масло немного. Также можно поперчить, посовить, кому как нравится, да, по вкусу. Бострое я люблю. У меня вот такой вот красный перец молотый. Все, сначала я ем, в общем, салат. Потом у меня идет одно куриное яйцо. Потом у меня идет крупа, да, углеводы. Это полтавка. В принципе, можно, вот, другие крупы, да, я показывал. И котлета. Котлета у меня идет, она без хлеба, с луком и с капустой. Все, еще можно добавить, допустим, масло в кашу бросить, да. Масло в кашу не испортишь. Все, в принципе, вот. Весь мой обед еще очень удобно. Допустим, на работу брать с собой боксу положил. И все, даже можно, в принципе, и не греть. Это так поел и все. Вот такой вот обед. И ужин еще покажу тоже. Все, вот, пожалуйста. Я по поводу еды не заморачиваюсь. Все, у меня, я вот хочу показать, да, и донести, что у меня все очень легко и просто. Питание. Главное правильно питаться. Хлеб не едим. Вот, сладкое не едим. И все, вес у нас уходит. Даже многие от сахара даже отказываются просто. И то, вот, читал комментарий, там, кого-то 8 килограмм за месяц ушло, да. Только из-за сладкого. Вот, все, пожалуйста. Калории я тоже не считаю. В овощах тут калорий очень-очень мало. Уже наедаешься, насыщаешься. Белок, плюс мясо, котлетка, да. И жиры тут, в принципе, все есть. Вот так вот я и питаюсь. Вот так вот все выглядит еда на обед. Салатик, каша, котлетка. Все. Сейчас, в общем, мы плавно перешли к ужину. Что у меня на ужин? Снова салат, что я сделал, да. Также и на завтра у меня будет на обед, на ужин этот же салат. Снова куриное яйцо. Два грецких ореха. И рыба линь взвешил. Сейчас 90 грамм весит рыба. Также еще использую рыбу, как скумбрия, сельдь и горбуша. В принципе, рыба полезная, жирная. Также салат я заправляю оливковым маслом. Завтрак у меня приблизительно в 8 утра. Обед где-то в 12 в час, когда как, примерно, да. И ужин где-то в 6-7 вечера. Вот, не позже. И самое главное, это тоже правило есть такое. Нельзя перекусывать между завтраком и обедом. Между обедом и ужином. И после ужина тоже больше ничего нельзя. Допустим, там молоко, кефир тоже уже нельзя пить. Потому что это будет как еда для нас. Желудок тоже пусть он отдыхает. Вот так вот питаюсь. Мясо, опять же, повторюсь, можно использовать другое. Индейку, курицу. Пшено, допустим, я буду завтра. Либо гречку из углеводов. Либо чечевицу буду использовать. Ну, меняю, чтобы поразнообразнее было. В принципе, вот так вот. Наедаешься. И калорий здесь мало. И человек уже будет по-любому худеть. Если вы так будете питаться, вес у вас не уходит. Возможно, много едите мяса. Но тоже, если мяса много есть. На целую рыбу. Вот у меня хвостик. Этого, в принципе, достаточно. Тоже, какая у вас, смотря, работа. Какая у вас активность. Пешком ходите на работу или на автобусе. Работа сидячая. Сколько вы тратите энергии. Соответственно, если вы не худеете, вы много едите. Нужно сокращать количество питания. И при дефиците калорий, соответственно, любой человек будет худее сбрасывать вес. Гульнуре большой привет. Сейчас она тоже сбрасывает вес. Питается так же, как и я. Цель у нас 57 килограмм, чтобы гульнура весила. Вот сегодня, кстати, тоже будет проходить прямой эфир по традиции. В субботу, кому интересно, заходите, посидим, пообщаемся. Попьем чайку, послушаем музыку. Так вот выглядит мой ужин. Два грецких ореха, яйцо, салат и линь, хвостик. Если мы в наш рацион питания еще добавим физическую нагрузку, какой-либо спорт, кардио, ходьба, хотя бы в день по одному часу, то, конечно, мы худеть будем намного-намного быстрее. Но и с таким же питанием, и даже при сидячей работе, да, если у нас дефицит калорий, мы по-любому будем худеть. Даже если целый день там работает, даже за компьютером, мы будем худеть, сбрасывать вес. Утро я начинаю со стакана теплой воды и добавляю туда чайную ложечку лимонного сока. Вот между завтраком, обедом, обедом и ужином мы можем пить воду, чай, кофе, цикорий. Такие напитки я пил. Вот такие напитки можно пить, да. Ну, тоже я уже не советую туда добавлять молоко, еще что-то, и с чем-то чай пить. Можно, допустим, к основной еде добавить там чай и добавить туда уже молоко. Ну, то есть, все это в прием пищи. Если какой-либо фрукт, лучше, конечно, чтобы это были какие-то цитрусовые фрукты, там мандарин. Вот сейчас я поел и в конце уже, допустим, съел мандарин. Ну, один фрукт тоже немного. Все, вы будете обязательно худеть. Ну, все, ребята, давайте всем добра. Всем пока, скоро увидимся.